Всем привет! С вами канал Собервижн. В этом выпуске я расскажу о своей новой колонии муравьев. Это опять представители панерин, адантомахус мантикола, ну или по-простому капканчики. Я приобрел их у Артема. Как вы видите, он послал мне эту колонию вот в таком интересном формикарии. Вначале их было 11. Я решил их переселять в свой формикарий Азия. К Азии я подключил малую самосборную арену. Декор сначала я сделал как у пожарников. Использовал мох и небольшую палочку. Формикарий был помещен на арену. И у него было открыто верхнее покровное стекло. Но муравьи не торопились осваиваться и заселяться. Они сделали проще, забились в камеру увлажнения. В общем, переселяться они совсем не торопились. Поэтому пришлось принудительно их вытрясти на арену. Этот вариант помог, и они переселились в формикарий Азия. Но тут все не так просто. Я специально не засыпал в него субстрат, потому что был уверен, что они превосходные строители, и смогут сами оборудовать себе жилище как надо. Ведь эта колония состояла не из трех, а из 11 муравьев. 11 лбов для панерин это полноценная колония. Но тут, видимо, я ошибался. Не знаю, что на них повлияло и что было не так, но они отказывались полностью от еды. Кроме этого, они практически не выходили из формикария. И в один прекрасный день за сутки погибло семь рабочих. Этому, возможно, способствовало и длительное проветривание. Тяжело сказать. В общем, колония стояла на черте, за которой была гибель матки. Я не знал уже, чем их кормить. Ничего не ели. Пришла идея дать сироп. И идея, как оказалось, неплохая. Они с удовольствием пили сиропчик. Далее, по совету старожил, я открыл все модули в Азии. И забил их субстратом. Субстрат, что называется, живой. С кучей жирных ногоножек. После этого положение дел устаканилось. Колония с удовольствием начала таскать ногоножек. И периодически я замечал, как они их с удовольствием поедают. Было решено увеличить количество таких существ за счет заполнения арены живым субстратом. Старый декор я убрал. Через недельку колония уже с удовольствием поедала. Нахаря. Кроме этого, они также пробовали и маленьких туркменских тараканов. А еще через недельку появились первые яйца. Сейчас уже капканчики имеют приличный пакет. И буквально вчера появилась первая личинка. Хотел бы еще несколько слов сказать о самих муравьях. Точнее, о их особенностях. Несмотря на то, что это панирины, у них есть свои особенности. Первое, что я отмечаю, это пока колония немногочисленна и застрессована, необходимо самому засыпать субстрат в гнездо. Не нужно дожидаться, когда они сами это сделают. Далее, из-за своеобразного строения челюстей, за которые их и называют капканчики, опять же, на начальном этапе развития необходимо давать живой корм придавленный и относительно небольшой. Лучше всего они у меня едят личинки знахаря, ну и двухнедельных туркменских тараканов. Они тоже едят. Отрицательного влияния сахарного сиропа, который я им дал вначале, я не отметил. Но после двух дней кормления я сироп им больше не давал. Ну и кроме этого, хочу еще сказать, что матку у капканов заметить намного легче, чем у других панирин. Посмотрите сами. Ну а все остальные моменты, как и у всех панирин. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписаться и до новых встреч, ребята. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!